Сосед мой, который постоянно ропщит Да, ропщит, и это просто, действительно, с таким человеком находиться рядом просто сложно Вот просто внутренность моя противится этому постоянному негодованию Все плохо, и трава не зеленая, и солнце не такое А мы, христиане, должны благодарить Бога за все Мы вспомнили как раз благодарственное аккафисто Григория Петра Петра Григорьева, да, Игнатий Игоревич? Слава Богу за все Петр Григорьев? Или Григорий Петров? Петр Григорий Петров Григорий Петров Слава Богу за все И я призывал всех перечитывать этот благодарственное аккафисто Слава Богу за все И одиннадцатый стих Все это происходило с ними как образы А описано в наставлении нам, достигшем последних веков Ну, достаточно часто повторяемый в нашей среде этот стих За мной, держись И этот стих, он подтверждает другой стих Который говорит нам о том, что Слово Божие живо и действенно во все времена И написано в послании апостола Павла Не только к Римфинам, но оно и к нам написано Потому и достигло оно нас Достигшим последних веков Мы вот, судя по событиям, которые происходят вокруг нас В какой ситуации мы живем То, что происходит на Украине То, что происходит с нами Это можно говорить о том, что Несмотря на то, что Павел Павел говорил, что близко уже время Да, к кончине века Живут они Но прошло с тех пор почти две тысячи лет А мы все говорим, что близко время Но Тем не менее По событиям, которые происходят Мы можем сказать, что мы все-таки ближе И что мы достигли этих последних веков И тем более это к нам относится Послание апостола Павла Каримфина И толкование Устращает Да, устращает их В том случае, когда говорит Что это описано в наставлении Нам Что и мы должны ожидать наказаний Не тем ужаснейших, чем больших дарований мы удостоились И в том, когда представляет им кончину века И объясняет, что вас отнимут муки Не временные Но бесконечные после кончины Ибо суд этот уже у дверей Потому что оканчиваются веки мира сего И все эти испытания жизни земной Окажутся ничто Как ничто По сравнению с тем, что Будет в вечности Как сегодня мы уже слышали В проповеди Хибаточка об этом упоминал Что Село наше будет сгорать Гореть и не будет сгорать Вот что самое страшное Мучения не будут кончаться Мучения Здесь многие испытывают эти мучения Как у нас Незабвенная наша сестра Анна Петровна Которая Многие годы болела Она болела От недуга физического У нее практически не работали ноги И она воспитывала своих племянников Как собака носила их во рту С места на место Перенала их А кроме того Под старость лет У нее возник еще рак груди Она страдала от этого заболевания И ни разу мы не ощущали ропота Никогда мы не слышали от нее ропота И приходили всегда к ней Утешаться Были утешаемы вернее даже Так сказать Приходили утешать ее А напротив получали от нее утешение И вот эти мучения Они закончились для нее Уже вот она уже несколько лет Лежит и упокоилась И мы можем быть уверенными Что она находится в Царстве Небесном Потому что умирая Спрашивала Татьяну нашу Сестру А так ли я умираю? Вот о чем беспокоился человек А так ли я умираю? Не только так ли я живу А так ли я умираю еще? Вот какой вопрос возникает даже Посему 12 стих Посему кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть Как любит нас апостол Павел И Коринфян любил И любит нас Потому что до нас достигло Эти стихи Это послание его достигло до нас И мы теперь должны Неоднократно Помнить об этом Постоянно помнить об этом Что если ты Думаешь что ты Стоишь То берегись Как бы тебе не упасть И многие потерпели кораблекрушение В вере Потому что думали Что они твердо стоят Что они уже теперь спасены И что ничто им Не угрожает Опять намекает на тех Которые много надмивались Своим знанием Хотя ты и думаешь Что стоишь Однако берегись Чтобы не упасть Ибо сама твоя уверенность Что ты стоишь Показывает Что ты не стоишь Какие слова Это написано для нас Вот если ты уверен Что ты стоишь И без сомнения Вот это как раз И опасное состояние А когда есть хоть Маленькое сомнение А так ли ты это делаешь Так ли правильно ты поступаешь Так ли правильно мыслишь Тогда У тебя Возникает Средь за этой мыслью И действия твои Которые приводят тебя К тому что ты Стоишь Более уверенно А как На основании чего Ты должен стоять На камне На камне веры Которым Которым является кто Христос Его Учение Его благая весть Тебе думается так А на самом деле Ты не стоишь Но если не стоишь То при гордости Легко Можешь упасть И тем не менее Апостол Павел Нас так же призывает Что мы должны Подражать Подражайте Мне как я Христос говорит И мы должны Стремиться Потому что Нас призывают Будьте совершенны Как отец У нас Совершенно есть Небесный И вот когда Мы постоянно Будем Себе иметь В виду Что мы должны Достигнуть Это совершенство Которое Недостижимо В принципе Даже человеку Своими силами Вот тогда Мы будем Сомневаться Что мы стоим Что мы достигли Еще Не будем думать О том что мы достигли Этого совершенства Потому что Идеал Этот Совершенный образ Только В Господе Нашем Иисусе Христе Может быть И опять же Как любит Нас апостол Павел Второй стих И те же слова Двенадцатый стих Вот только что Мы прочитали Посему кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть И следующий стих Тринадцатый Десятой главы Это прямо Золотые стихи Которые нужно Нам запомнить Двенадцатый Тринадцатый стих Вот тринадцатый стих Звучит так Вас постигло Искушение Не иное Как человеческое И верен Бог Который не попустит Вам быть Искушаемыми Сверх сил Но при искушении Даст и облегчение Так чтобы Вы могли Перенести Ну это буквально Нужно понимать Или как Вот этих Зажали в администрации Этим коктейлем Молотова забрасывают Они горят А кто-то подошел И ему так И считает Ну это не сверх сил Так что Вы могли перенести И уже Сорок трупов Ну во-первых Я могу начать Сестры Давайте Поддерживайте Беседу Чтобы это было Не монологом Как это вот до сих пор До этого момента было А чтобы мы участвовали Все В беседе Я могу сказать Что Постигло Здесь же говорится о том Что Не человеческое Как человеческое Искушение Мы часто И Бог Искушение Это не посылает нам Мы сами По своей По своим измышлениям Впадаем в эти Искушения Сами создаем себе Эти Трудности Эти ситуации И они оказались В этой ситуации По большей части Потому что Живем мы не так И они живут не так И Господь уже Потому что Живем не так И достигли Сами настроили Эти баррикады Сами Внутри себя построили В начале их А потом уже И на улицах Города стали строить Эти баррикады Потому что Господь допустил Хотите так же Живите Действуйте так Как вы живете Без Бога Своими силами Как В советское время Было В наше время Ну В наше время Еще Когда я был Учеником Так Я спрошу попутно Искушение Горыш От Бога Не бывает Я думаю Что не бывает Так Кто на это Скажет Что Господь Только допускает Значит Не все знаете Искушение двух родов Бывает А слепорожденный Искушение Вот этому Слепорожденному Это мы знаем Да Спрашивал Кто согрешил Он Или родители его Никто Не родители Не он А Господь Господь Запустил Для чего Для прославления Имени Божия Искушение Двух родов Бывает От Бога И от человеков А что человеческое То сатанинское Бывает Очень часто От Бога Только два Болезни И гонения И потому Мы молимся Господи Не веди нас В искушение То есть Быть здоровым В здоровом теле Больше сил Так А остальное Все Человек Бог не искушается Злом Вот допустим Я оказался Где-то там Революция идет Ну я не хотел Но получилось так Я только заехал А там революция Переворот Меня заблокировали А да ты такой Тоже к стенке Это от Бога Но когда Тужа захватили Они на своем Майдане К стенке Ставят за то Что он воевал За то Что убивал То у него Искушение Это не от Бога А именно Попущено Богом От человеческой Немощи Он хотел Лучший строй Строить Они гоняли За правителем Убить его Обстреливали Но он ускользнул Так вот Не веди В искушение Дай силы Здоровья И гонения Чтобы не было Мы все время Об этом молимся А остальное Что муж тебя гонит И прочее Это Ты бы замуж не вышла Его и не было рядом Ты искала удовольствие Вот ты и получила Их Глотай По полной Горезе Нормы Ну и опять же Абонсал Павел Говорит что Не попустит вам Быть искушаемой Сверх сил Да Вот этот момент Еще нужно обговорить Кто испытал на себе Вот это Вот этот стих На себе Кто Прочувствовал Кто В жизни своей Прочувствовал Златоуст разбирает Какая смерть Легкая Самая легкая смерть Утонуть Поперхнулся Сознание Погасло Ни мучения Ничего не отрывает Горло Не режут тебе Самая трудная Более Это смерть Это от голода Это растягивается На неделю Больше Вся внутренно Все выходит наружу Человек теряет сознание И грызет косяки Вот даже это Он рассматривает И рассматривая потоп Он говорит Это обмилость Божия Что люди перестали Дальше грешить Нужно научиться Во всем Видеть милость Божию Пожалуйста Александра Михайловна Слово Вы просили У меня все время И вот По жизни У меня были такие Моменты Работа такая была Но я неграмотная Но все равно такое Были такие моменты Что вот все Мне крах Это наступает И как бы И с работой И отношения Все такое Нет Через какое-то время Я встречаю Добрых людей Они мне помогают Советом Делом И я снова пошла 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 Я всю жизнь Искала Бога Ну как я искала Я Бога Искала Литературу Все такое И вот Когда пошла На пенсию Господь Бог Такое сделал Чудо Что Игнатий Тихонович Пришел И мне Дала визиточку И я стала Ходить И вот уже 14 лет Я хожу Слава Слава Христу За все За жизнь Доброту Его Любовь Николаевна Хотела что-то сказать Я хотела Привести слова Из послания Апостола Иакова В искушении Никто не говори Бог меня искушает Потому что Бог не искушается Злом И сам Не искушает Никого Но каждый Искушается Увлекаясь И обольщаясь Собственной похотью Похоть же Зачав Рождает грех Сделанный грех Рождает смерть Первая глава Послание Апостола Иакова С 13 по 15 стих Так Еще раз Вот где Само начало Только не Итература тебе Медленно Пожалуйста В искушении Никто не говори Бог меня искушает Потому что Бог не искушается Злом И сам Не искушает Никого 14 стих Но каждый Искушается Увлекаясь И обольщаясь Собственной похотью 15 стих Похоть же Зачав Рождает Грех А Сделанный грех Рождает смерть Итак Значит Вот подряд Два стиха Первый стих Говорит о том Что Бог не искушается Злом Как Игнать Их процитировал И дальше Бог не искушает Никого Никого Ну то есть Вот Искушения Они Вот как Уже было сказано Двух родов Болезни И Искушения Которые Прославления Имени Божия Вот Когда Рождается Ребенок Опять же Игнать 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 Вот Рождение Ребенка Вот Рождается В семье Но не верующий Да Рождается Дети с дефектами Кто Согрешил Господь Уже предупредил Что накажу До четвертого колена Поэтому Там Мы можем объяснять Там генетические Аномалии Там Ядерный полигон Был Симпалатинские Взрывы Там были И все прочее Но так это же все действия Это Человеческие Это же без Бога Все делалось Это атомное орудие Это испытания Все проводились Это без Бога Кто же Бог благословлял Что ли Действия Конечно Но А тут уже Последствия идут От человеческих Действий От их греховных Действий Ну и главное Это Что Мы должны Всегда помнить Что если И допускает Господь Искушение Испытание То Когда мы Взываем К Нему То Господь Всегда Даст Силы Перенести Эти испытания И вот Сейчас Учитывая Эти события Которые Происходят На Украине Мы Говорим Господи Смягчи сердца Этих Правителей Этих Делающих Беззаконие Этих Бесчинствующих Этих Всех И тут же Мы должны Сказать Господи Но не подчится Наша рука Куда Бедствующая Удерживать Твою Карающую Десницу Потому что Эта Карающая Десница Господня Которая Допускает Эти все События Вот Есть Притча Написана Плавильня Для серебра И горнила Для золота А сердца Испытывает Господь И вот Мне кажется Вот это Самое Плавильня И горнила Вот сейчас На Украине У нас Происходит Потому что Каждый день Господь Нас испытывает В той или иной Степени Но когда Такое Испытание Это конечно Страшно И дай бог Чтобы это Испытание Было Недолгим Потому что Люди Это Православные В общем-то В большинстве Своем Православно Обозначенные Так скажем Вот Но Насколько Они православные Как раз Вот эти испытания И показывают Уже В конечном итоге Чего мы стоим И чего мы значим И что мы собой представляем Так Еще Кто Может сказать По этому стиху О себе О своей жизни Ну говорите Когда Игнати Тихонович Посадили в тюрьму То меня с работы Сразу уволили В январе Месяце Я так плакала Так думала Ну все Я говорю Где буду работать Нигде не принимают На работу Здесь За что уволили Ну так надо А оказывается Из КГБ был Звонок Чтобы меня освободить А потом Я поплакала А потом порадовала Что у меня есть возможность Съездить к нему В этот смертный лагерь В Жанатас После Жанатаса Там в Москву Ну и по всем местам Я проехала И до октября А потом Когда его в марте Освободили Мы до октября месяца Жили во Фрунзе Находились Пока у меня борода На фреске И вот А потом В октябре месяце Я уже поступила И Куда? Поступила В лифтерную Только приняла В работу В диспетчерскую Ага Закончила курсы Там шестоветчатый И на работу Устроился А так нигде Не принимали Вообще Умейте быстро Выходить Из того Что начали говорить Так Главная мысль Сказана Сразу все замолчал Следующий Передает А так Непомер Что говорит Филат Болгарский На этот стих Словами Кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть Устрашил их Между тем Были такие Которые перенесли Уже много искушений Чтобы такие Не сказали Зачем устрашаешь нас Мы претерпели Много искушений И не погрешили Говорит Вас постигло Искушение Только малое И умеренное Ибо малое Повсюду Называется Человеческим Потом Опять утешает Убеждая их Взирать на Бога Который верен То есть Истинен И не солжет Ибо он обещал Придите Труждающиеся И я успокою вас Матфея 11.28 Итак Он не попустит Вам быть искушаемыми Сверх ваших сил Но устроит так Что вас постигнет Искушение Соразмерное С вашей силой Даже и всякое Искушение Будет сверх Вашей силы Если он не поможет И не сотворит Благооблегчение Искушение При искушении То есть Облегчение Скорое И одновременное С приходом К вам Искушение Так что При скором Облегчение Оно сделается Для вас Сносным Ибо сказал Даст и облегчение Так чтобы вы Могли перенести То есть Искушение Вам покажется Легким И посильным Я думаю Следующий стих Нужно Рочитать Согласны 14 стих Итак Возлюбленные Мои Убегайте Идолослужения Ну Не знаю Вот Тут Из нас Некоторые Могут сказать А я что Я Идолослужением Не занимаюсь Я не приношу Идолам Жертвы Не хожу На идольские Капища Я хожу Только В православные Храмы А что Нибудь Из наших Действий Можно назвать Идолослужением А вот Такая Ситуация Человека Вызывает Сельсовет И заставляет Вступать Комсомол Сняли Прямо С работы Не дают Ни пить Ни есть Второй День Идет Это Знаете Это как Важно Для Родины Это как Нужно Вот то Другое Это искушение Ты Будешь жить Разве Будешь Так Тебе Еще Быкам Хвосты Крутить Давай Иван Вступай Будешь С нами Это Мое Двоверного Брата Так Залучили Он терпел Терпел Третьи Сутки И он Говорит Согласен Я Вступаю Но только Учтите Я воровать Все равно Не буду Меня Отец Не разрешал Я никогда Не воровал У нас В природе Вора Не было Пусть 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 Я буду Коммунистом Все Ну раз По другому Нельзя Жить А нет Но Воровать Все равно Не буду И скажи На них Так Подействую Они Прогнали И все Так вот Какое Искушение Тут было От Бога И какое Не от Бога В этой Ситуации Я думаю Тут нужно Еще Посмотреть Его Расположение Хорошей Жизни И он думал Я буду Столько-то Получать В три раза Больше Дальше Открывается Перспектива Моих детей Буду учить В городе Тогда Выехать Нельзя Было Вот это Корень Всякого Зла Стребролюбия Он мог На этом Зацепиться Но он Победил Это дело Сказал Воровать Не буду Его Выгнали Я говорю Так Никак Говорят Они Сколько Спрашивают Кто Тебя Заставляет Воровать Так А все Воры Возьмите Кто У вас Тут Есть И вы Все Знаете Что Вы Воруете Потому Что Я Рядом Живу Знаю Все А как Солженицын Говорит Я впервые Спрятался За Христа Когда Ему Дали Уже Кличку Ветров Ты Будешь Сообщать Там Он Говорит Я Не Могу Этого Делать Я Христианин Как Да Ты Боевой Офицер Капитан Артиллерийского Расчета Там Начинает Батареи Я Уверовал Здесь Тут Литовцы Верующие У меня Видите Показывает Щетки Свои У него Щетки В кармане Там Из хлеба Делали Сажей Крепкие Такие А это Я считал По одной Бабышке Которая Есть А не Молитва А сколько Куплетов Написал Стихотворение А у Католиков Там Было Ну По сколько По 30 По 50 А мне Сделали 100 Я сказал И они Решили Какой Крепковерующий А я Про себя Стихи Записывать Нельзя Я Зачитываю Запоминаю Прохожу Дальше До 50 Дохожу И все Помню Какую Поэму Пишу Писать Нельзя Где у него Искушение Было Искушение Когда Подумал Может принять Искушение Было Какое Тогда от меня Отойдут И будет все По другому Но он Победил Искушение Испытание Какое Дали Господь Допустил А то уже Гонение Было Прямо По вере Так Это Искушение Было От Бога Вот Я Про кого Говорил Сейчас Про Сложеницы На последний Про Иоанна Про Иоанна Иоанн Лапкин Иван Степанович Ну Господь Допустил Допустил А уже От Бога Там Где ему Гонение Началось Гонение Это от Бога А все Остальное По человеческому Тут Надо Резко Разделить Один И тот Же Человек Один Допрос И когда Умом Он Шевельнулся И буду Жить Лучше Это Человеческое Искушение Бог Допустил Вот Я Пришел В земельный Комитет Там Надо Было Ну И стал Говорить О Боге Говорю Вы Землю Отняли Не Отдаете Потеревку А Один Мужчина Сидит Знаете Даже Мужчина Мужчине Как-то Не так Нравится Это Женщина Какие-то Черты Лица Другое А А это Прям Русский Такой Высокий Стройный Не Толстый Ну Красота Посмотреть На него Гляжу Он Меня Пальцем Манит Выйдите Сюда Я Вышел Гляжу Он Плачет Я Говорю А что С вами Рассказывать Говорит Боязно И страшно У меня Жена Света Мы Душа В душу Жили Говорит С ней И Просто Ну Друг Позвал Говорит Котел Сделали Обмыть Надо Но Я Делал Вид Что Не Понимаю Он Дырявый Был Или Обмыть Обжимают Под давлением Да Нет Выпили Ну Выпили Не одна Была Я Проснулся С какой-то Бабой Сплю Неплохо Обмылся Я Пришел Ты домой Утром И сразу К Свете В ноги Упал И говорю Светонька Прости Меня Я такой Я тебе Не верный Муж Теперь Как жить С тобой Красотка Моя Столько Мы с тобой Жили Я знаю Твою Верность И она Меня простила Но на душе До того У меня Скверно Жить Не за чем Мы жили Душа В душу И я Незнакомый Человек Первый раз Приехал В Мамонтово И он Исповедуется Так На исповеде Редко Кто исповедуется Это какая же Душа У него Добрая У человека Ему Искушение Подвернулось Где он Не помнил Даже Не помнил Он Говорит Я утром Гляжу Лежит Какая Я ничего Не помню Ну как Лот За черми Вот это Искушение А вот теперь Дальше Что у него Будет Если как-то И это С покаянием Будет Это уже Он заболел Допустим Подцепил Остался Без носа А вот Теперь Дальше Будет Видно Господь Посылает Болезнь И все Проще На моральное Поведение Коммунистов Смотрели Тогда Партия Была А сейчас Это не глядят А тогда Прямо Могли За это Дело Поцепить На партсобрание Такую Хлобучку Дать Мало Не покажется Я Все По сегодняшний День Уже Прошло Лет Десять Я его Все Помню Как Перед Глазами Стоит Видишь Как Давай Брат Лиром Лиром Принимаем Подержите Ну и что вы молчите Ну рассказывай батюшка Что там было Не рассказывать Рассказать невозможно Надо видеть Рядов наверное сколько Восемь так рядов Где это то Был то Дворец Спорта Еще там Православная выставка Там все продают Там святыни Столько святыни И поди мощи продают Мощи на каждой иконе Все приглашают Приложитесь У нас Такие это мощи Такие это мощи А кто Тривифунский Спиридон Поди С мощами Мощами Чиститной мощей Все есть Вот смотрите Как наша православная Крестовоздижинская община Чтят мощи Это прям продают С мощами Это даром А это что Риза И сколько она стоит Самый дешевый выбрал Ну сколько Представь себе Я бы в этой ризе Сейчас ходил Когда меня первой Уже хотели Рукоположить До тебя И сколько стоит Там по 20 Были По 30 А это Это 9 Так ты ее от дождя Храни Да конечно Так ты ее купил Наверное Не мучеников Надевать будешь А Над немучеников Ну почему Над немучеников Пасхальная Пасхальная На красную Что У меня Потеряевки есть А здесь нету Здесь старая Уже А это что за парамант У тебя Это набедренник Называется Награда А тебе награду Такую давали Уже Это пояс Называется А это Тоже набедренник Это палец Называется Называется Это как будто бы Это воин Да Это все оружие Это поручи Поручи Да Так это все вместе Или все поврось Нет Все вместе Все это вот за 9 Это все Сторговались мы Так они не торгуются Только цена стоит Нет Торгуются Пожалуйста Могут уступить Вот нам они уступили Тысячу почти На востоке Там чтобы не торговать Не продают Это вот Видишь Это Жена посла Посла Посол И пошла там Ну привезли ее Она подошла Он ей говорит Какая цена Она да что это за цена такая Он называет другой Ну ты то говори Какая твоя цена Она никак И она со злостью такой Сунула ему деньги Он эти деньги сгреб Как в лицо ей бросил Деньги то Так она разобиделась Мужу сказала Послух А посол А тамошний посол Сказал своему послу И говорит Вы понимаете Вы должны все таки Были приноровиться Это восток Здесь базарят они Сколько угодно Это его работа Он назначает цену Там в два раза больше И постепенно Снижает Ему сам процесс Не торгуете Когда до реальной цены Дойдет Тогда по рукам Да Вот завтра надо было А он запросил большую цену В последний день Меньше она А он еще хотел торговаться А она ему деньги бросила Да подавись За такую вещь Ты столько просишь А он схватил деньги Ей в лицо Бросил и все Дипломатически скандал Было до международного конфликта Дело дошло Ну батюшка Давай Служи как положено А он и так служит Как положено Все бы так служили Ну да Я все думаю Когда батюшка Вот вещи Служат Ну можно было сократить Маленько службу Лезя Молимся Молимся Опять придите Поклонимся Она подарила бутылку Когору Это нам подарила одна Обмыть Обмыть Так ты по форме там был? Это На обмывку А это кубанское масло А тебя знакомых Кто-нибудь встретил там верующие? Ну знакомых нет А те кто знает Кого я знаю Были такие Ну они не подумали Что ты мошенничаешь Подвинь меня с хищенником А чем? Что я ему 9 тысяч дал Мало ему сунул Говорит Все Плащаницу хотел Которая у нас испортилась Но не было Нет были Но она там Очень дорогая Да На 26 тысяч Это я покупал За 600 рублей Но это я давно брал Это еще дешевая 26 тысяч Плащаница 26 Была за 40 тысяч А за что так? За мощи Она там высчитая Видишь Там по золотой высчитая Золотом Конечно красота Ну там круто берут Или так мало Покупателей Круто Да ну Как сказать Я так что Если кажется круто Сделай сам Но Сам я не сделаю Понятно И никто из сидящих Здесь не сделает Вот за молоко За молоко Если дорого Ну делай Дай Не будешь Дай Кошку свою Ну Поэтому здесь Как Если мне дорого Она не надо Я не беру А если Надо без этого То Поторгуешься Возьмешь Ну а как Иначе Я знаю цены Где я был Там и в центре Где вот И в Москве У нас в Барнауле Кто был Если в Покровском соборе Продают Я был Ну цены Цены такие же Там Материалы Попроще Еще материалы А цены Такие же Есть и дороже И всякие Есть Это не Барнаульская Нет Нет Это не Барнаульская Это Ижевская Ижевская Ну а здесь все Из Украины Есть Конкретно За тебя батюшка Голосовали же Как-то в Синоде Чтоб тебя Епископом поставить Ты заранее одежу Ты не покупал Да еще чего Знаете Как спросили Был это Путину Задавали Вопросы Там Разные В 4 часа Отвечал И кто-то Задал вопрос А когда у нас будет Первая леди В стране То есть Когда ты женишься А он Знаете Что ответил Да я знаю Мне вначале Говорит Нужно позаботиться Значит Выдать замуж Жену А потом уже О себе Позаботиться Так и Прежде чем быть Мне нужно было Позаботиться Куда матушка Придел А тогда уже Только Матушка Матушка В монастырь Загнал ее Туда И все Медя Свою Придел Ну так Ладно Ну ладно Какую тему Разбираете Николай Это введи В курс Дело Только я не был На занятиях Я в только что Приехал Ну так я и говорю Что ввели тебя В курс Дело Может какой-то Вопрос По теме Будет Ну говорили Что-то Про искушение Ну да Да Вот А как ты слышал-то А вот Ну даешь Там ехал И слышал Да, брат Молодец Молились Ехали Молодцы Молились Духовная близость Да Духовный растор На выставке Познакомились Там люди Общительные Очень Хорошо Прямо В искушение В море Да Проходим Проходим Батюшка Никто не приходит Там в очередь По мне Под благословение Одним Смотрю Уже Очередь Становится Благословля При входе Исповедь Пожалуйста Стоять Нет Там не вышел Масла По маслу Очередь Очередь Батюшка Рассказывает Когда летел Из Австралии В Гонконге Вышел А никто Не подходит Там все одеты По-своему Там свои Буддисты И только Два русских Идут Пьяненькие И сразу Батюшка Благословимую Долларов 100 Дали Да Русские Люди Я смотрю Идут Ну а что Я хожу По аэропорту За 10 часов Пересадка Самолета А там Эти идут Грубой Китайцы Или японцы Там кто-то Идут И никто Даже Никто Внимание Не смотрит Даже И как будто Никому Я не должен Никто И вдруг А он еще Пьяненький Да как-то так Полус ругался Как бы Да к нас же Батюшка Он стоит И сразу Ко мне Подходит Стоит И сложил Богословим Откуда Чего Да вот Я говорю А куда Пойдем Показал Мне куда Кассу Где У меня Билеты Регистрировать Там Это все Вот Это все Пошел Отошел Там возвращается Раз Раз Что-то в карман Достает Сот долларов Я говорю Да зачем Бери Ты сейчас Дорога ехать А мы А они куда-то На Тайвань Летели Там Московская фирма Потом пошел Еще вернулся Ручку Свою Авторучку Достал Ручку Еще дал И блокнотик Я говорю Ты что Так Ну Вроде Ты как-то Ну Выпил Так Второй Трезвый Я Да я Не Я совершенно Это Я говорю Как бы тебя Не забрали Меня Да кто же Меня заберет Здесь Нет Я везу себя Культурно Нормально А сам Хорошо Подпитый Ну а друг Так это Более-менее Вот так А так Никто Внимание Не обращает А наши Русские Везде узнают Какой-то Не было Православной Узнает Там Отсюда Есть Башкирия С Украины Сафона Даже Откуда С Украины Западной С Восточной Ну Она Видишь Она Только товар Ей привезет С Украины Она здесь Алтайская А Ну Понятно Продавщица Помогаю Сафона Сафонов Монах Продает Оливки Оливковое масло И оливки На развес Такие Зеленые Черные Оливки Ну Еще Там Что Монастыр Монастыря Как он Там В Экуминизме Ну И вот Решили Их Там Это Но Потом Как-то Там Замирилась Их Не тронули Их В блокаде В Такой Воду Перекрыли Воду Чтобы вода Не поступала Никого Как Монахи Других Монастырей Тайно Там Где-то Ночью По тропам Пробирались Там Пропитание Приносили Этим Монахам И вот С этого Монастыря Там Продают Оливки Масло Там У них Оливковые Рощи Мы проходили Батюш Вот Оливки Вот Сказал Что Садил Какой-то Император В общем Ей почти Тысячу Лет Вот Такое Дерево Толстое Оливки Они Обычно Невысокие Оливки Виноградные У них Сады Виноградные Оливки Они Вино Делают Погрева Большие Там Вот Там Отовсюду Есть Где С Татарстана Есть С Татарии Продают Я говорю Вы Татары Крещен Нет Мы Татары Но Мы Русские Православные Я говорю Православные Татары Нет Нет Мы Русские С Татарстана Да Монахиня Там Есть Много Интересно Посмотреть Там Все Можно Платки Хорошие Продают Ох Платков Колька Завтра Даром Раздавать Будут Последний День Да Не буду Посмотреть Это же Интересно Посмотреть Да Ну Наоборот Ну Хоть Эта Продать Что Там Ну Не Сти Ж Обратно Протреб Тогда Мёда Много Мёда Разные Разные Бальзамы Продают Рыба Из Камчатки Камчатская рыба Камбала Сушеная Соленая Копченая Вяленая В Белоруссии Продают Разные Сыры Колбасы Белорусские И дешево Причем Рыба Камбала Полторы тысячи Килограмм Разго Камбала Разго Камбала От 300 рублей И выше Камбала Полторы тысячи Да там камбала ты такой не видел, как таз, в котором тебя купали. Чуть меньше такой. То есть, настоящая рыба-то. Не в садках, которая села. Нет, вяленая камбала. Чем меньше, тем вкуснее. Крупная пахнет. То есть, посмотреть можно, смотреть что-то. Понюхать-то можно, да. Уже в визитке я развал, взял визит, окончается. Но дал визит. Я зарубил. А я уже видел такое. Здесь кто-то на днях был, говорит, уже это, здесь давали. Да вам, подел. То есть, уже наши визитки там. Людмила Николаевна. Раздавали визитки? Ну, видишь, Любовь Петровна опередила. Потрудилась. Мы уже пошли. Награду забрала. Ну ладно, давай дальше. Ну так вот, брат, то искушение. Какого рода искушение бывает у человека? А, брат Николай? Разные. Рода, женского. Вы уже объяснили. Да? Женского, мужского рода. Я спрашиваю, какого рода искушение бывает у человека? Он говорит, разного бывает рода. Конечно. Мужского и женского. Да. Другой сидят, взяли, выпивают там. Ну, он взял, да поперкнулся. Вот, вот искушение, говорит. Вот. То есть, какого рода искушение? Разное. Ну так вот, последний-то стих, который вы прочитали. Итак, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение. Ну, мы говорим, что вот это послание апостола Павла Коринфянам, оно относится и к нам. Относится оно вот этот стих к нам или нет? Конечно. Как относится? Да, у меня не по этому стиху, у меня был вопрос, что я хотел задать. Ну, давайте сначала это, а потом я вопрос. Ну, давай, говори. Как относится к вам? Ну, все, Писание к нам относится. Ну, а как оно относится? Ну, мы что, мы, изовослужением, что ли, занимаемся? Иногда, да. Уже православное. Иногда, да. Иногда. Вот. Конкретнее, брат. Вот сейчас мы к храму, ой, к храму, говорю, ко дворцу подходили, и там какой-то батюшка, ну, у меня есть вот на телефоне, он под гитару пел, ну, песни там. Валерий Лавякин. Да, мы их не стали слушать, но он говорил, как бы, краткое, перед каждой песней, пояснение. Он говорит, что иногда мы живем неправильно, не по-христиански, то есть уклоняясь в язычество. А в чем это заключается? В поклонении вещам ли, людям ли, сверх меры, имеется в виду, сверх меры, ну, и вообще поклонение любой вещи, там, кто-то валенку, кто-то тополь, кто-то там в игрушку в какую-то ребятишке, вот это. А своему я? Ну, эгоизм, это вверх, это уже вверх, вот. Вот, может быть, из этого и вытекает вопрос. Вот для Иова, многострадального, я вчера там на работе беседовал, ну, у нас, у мужчины там, у него беда большая. Сына сожгли в машине, убили и сожгли в машине, ну, якобы. Я говорю, может, не его, он говорит, там, ну, ДНК отправил, а там неизвестно. Ну, не в этом дело. Я ему про Иова рассказываю, что Бог дал, Бог взял. Иова сказал, говорю, вот, для Иова это было искушение или испытание, то есть одного ли вида, вот эти, ну, действия. То есть Бог попустил, да, сатане отдал, бери его, только душу не трогай. А тело все твое, и сатана все забрал, детей, богатство, брали, всего лишил. Даже жены, наверное, не было, или не знаю, была она. Была. Ну, была, ну, где она была, когда он на гноилище был. Искушание как раз от нее было, женского рода. А почему она ему не помогала, там, повязки не делала? Подожди, водичку не... ну, вот что. То есть это было испытание его на верность или искушение? Николай, ты не забывай, что больной проказой был, к нему нельзя прикасаться было. Никто не имел права перевязывать его. Ну, приносила, поставила, ушла. Все, он выгнал его, то он должен там был доживать и помирать. Камы грядешь, и вспомните, они жили там. Вот и все. Так вот это как? Это одного поля ягоды или нет? Испытание и искушение? Искушение от Бога, болезнь и гонение. Вот это надо запомнить. А остальное все человеческое или сатанинское? Да, да, да. От него не зависело. Господь допустил болезнь. Все. А гонение от друзей, это тоже искушение. Это гонение было. Они его обвиняли, и тебе мало Бог дал счастья. По полной программе взять, так тебе еще надо добавить. Но потеря близких детей, всего имущества, это что? Это потеря. Бог допустил, искушение от Бога. Это от Бога. Все это было от Бога. А искушение, когда он не перенес гонение, вот это вот, проявил ропот. Это уже человеческое началось. Еще он задает вопрос. Испытание и искушение, это одно и то же? Одно и то же. Одно и то же, конечно. Это синонимы. Ну, перевозчики так перевели. У нас написано Господь и Господин. А во всех языках там одно слово «гер» больше еще нет. Или «лорд». Это у нас, видите, щело, лоб, очи, глаза, рот, уста. А там нет вот, а там унт. Ай, все. Ну, у них бедный язык просто. У немцев-то, да. Ну, чем меньше страна, тем беднее язык. Толкование на этот стих. Брат правильно ответил, да? Есть возражения? Конечно, правильно ответил, брат, что тут идола можно сделать из чего угодно. Прежде всего, из самого себя. То есть, свой эгос, прежде всего, когда ты будешь о нем больше всего беспокоиться, то это и будет твоим идолом. Или может идолом стать близкие твои, о которых ты печешься более, чем нужно. Которые становятся преградой для служения Богу. Толкование. Так как сделал им достойный упрек, то теперь заглаживает его, называя их возлюбленными. И так возлюбленные он обращается. Возлюбленные мои. Впрочем, он воспрещает им, есть идоложенцы, но не потому только, что это вредно для братьев, но порицает это дело само по себе, называя оное и дослужением. И требуя строгого, и требуя скорого от него удаления. Ибо говорит, убегайте. Ну, я бы сказал, даже еще более. И приближаться к этому не нужно. Стремиться нужно не приближаться даже к этому, к этому служению. А и дослужением может явиться многое в нашей жизни. То есть нужно следить строго за своей жизнью, чтобы не делать из окружающих предметов, близких людей, идолами. Что прежде всего мы должны служить кому? Богу. Богу. Троицы единосущными. Последний, я полагаю, стих на сегодня. 15 стих, запомним. 15 стих. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава. «А я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». То есть, как бы вот, обвинил их, да, а потом вот сказал возлюбленный, и еще больше говорит в следующем стихе, обращается к ним как к рассудительным. И призывает их рассудить. «Сами рассудите о том, что говорю». Толкование. «Назвав, делай их идолослужением, приписал им великое преступление. Теперь смягчает строгость своего слова. Самих виновных поставляет судьями, что свойственно только тому, кто, несомненно, уверен в истине своих слов. И говорит, «Я не нуждаюсь в других судьях, вы, как умные, сами судите». Но есть мысли какие-то...» «Мне вопрос. Вот мы говорим заповеди, заповеди, Евангелие читаем. А вот если я буду точно исполнять, как написано, не буду ли я в тягость людям, окружающим меня?» «Обязательно». «Отвечайте». «Я думаю, что обязательно в тягость. И даже более того, никто не потерпит. Не просто в тягость, а даже и терпеть не будут». «Изгонят». «Изгонят». «Вот если точно исполнять заповеди, то люди, которые рядом со мной, перенесут они это или нет? Или заропщут?» «Так а стих-то какой? Домашние ваши? Драги ваши?» «Вот пример. Я стою в казарме, в лагере арестованной. Меня инструктируют, вот смотри, чтобы никто чужой не зашел, только офицер. Если офицер зашел, значит, крикнуть, встать, смирно, там, как военная дисциплина. Это в заключении, когда я был-то. А с другой, вы видите, повязка у него, на груди нашивка. Это другой. А они приходят, там, то щиферить надо, то что-то принесли. Который дает мне структаж, он требует полного исполнения. И гляжу уже, который до меня стоял, они его бьют, свалили, бьют. «Падло, тебя кто сбал? Ты пришел свыдать? Ты что?» «Ну и все. А я исполняю. Вот он приходит один. «Да мне надо к начальнику, там, к Аманкулову прийти». Он сказал, никого не пропускай, только офицера. «Да как же так? Я хожу все время». Я сказал, нельзя. Он сказал, ну что, драться будем или что? «Ну иди скажи». Я сказал. «Вот правильно ты сделал». Он вышел. Взял, еще надо у него. Проходит маленько, еще один пришел опять. Я опять вызвал. И в третий раз. И гляжу он подошел. Знаешь, ты на вахте больше стоять тут не будешь. Иди отдыхай. Я тебе запишу, что ты тут был. То есть я совершенно не нужен. Я торможу их всех. Фанатиков таких не нужно. Ну вот я рассказываю, как. Я на базе, здесь когда работал, меня поставили начальником отделения по пожарной охране. Курить на территории нельзя. А начальник идет и курит. Его все разрешается. Иван Пантелеевич Мироненко. Коммунист. Я мигом соскочил из-за сторожки, догнал его. Здравствуйте, здравствуйте. Иван Пантелеевич, курить здесь нельзя. Так вы что, это мне замечание делать? Разницы нет. Огонь загорается от вашей папиросы. Я сразу развернулся и назад. Он, видимо, хотел зама, спросил его, спросил Рыжков. Михаил Федорович. А он говорит, он прав. Вы же проинструктировали, курить нельзя. Он и сказал, гляжу, начальник, помрачнел. Если я все-то буду делать, как положено-то. Что со мной будет-то? Приходит секретарь и говорит, сделай двойные двери. Я говорю, зачем? Начальник материться по телефону невозможно. Она секретарь рядом, ты бухгалтерия. Я говорю, а почему ты не скажешь? Уволят сразу. Я пошел тогда к этим завскладам. Я говорю, а вы почему молчите? Он же матерится все время. А почему не говорите? Так он же уволит или недостаща будет. Я пошел к главному инженеру. Я говорю, а вы-то что молчите? Он же говорит, смотри, что делает. Начальник, я машину ремонтирую в теплом месте. Он меня скажет выкинуть на улицу сейчас. И моя машина не отремонтирована. И я понял, никого больше нет неуязвимого. Один я, как в патриархии. Я тогда пришел к нему и говорю, Иван Пантелеевич, дверь велят делать. Какую дверь? От вас. Почему? Да материтесь сильные. Секретарь, все недовольны. Я говорю, главному бухгалтеру сходил. Она говорит, он премии лишит меня сразу. Он как взъелся. Да вы что? Это мне вот очень такое. А сам видно, что малограмотно. Я говорю, такой стиль руководства партия давно осудила. Я иду сейчас в управление и буду разговаривать там. Видимо, это коснулось. А я сразу смотался туда. Поговорил с парторгом над управлением. Парторг явился в этот же день и меня вызвали. Уже, видимо, с ним переговорили. Он лежу, как проткнутый шар сидит. Ему говорят, если надо ругаться, вы в сад свой поезжайте. И там вы ругаетесь. Я говорю, вот как он будет ругаться? И вот это все вырастет у него на ветвях. Так какими он членами-то распузырился-то? И все. Больше начальник никогда не ругался. Но этот-то не все. Он на меня ожесточился. Теперь у меня задача его примирить с собой. Я гляжу, а у него обувь. А оторвалась подошва. И там где-то я взял валенки, принес ему, говорю, переобуйтесь. Я на работе, у меня весь инструмент. Пилы тащить, переплетать, подшивать. И я с него обувь-то эту снял, он отдал. Я подчинил ему обувь, ты принес ему, и наши отношения хорошие остались. Понятно? Если правильно все исполнять будешь, то ты нигде не нужен был. Или тебя зашибут, ну или ты уйдешь. Если депутатом избрали в течение, говорит, полгода ты не исправился, мафия тебя сметет там. Или ты будешь такой же, как все. Я знаю только одну льготу. В Томской области был какой-то афганец без ноги. Депутатом выбрали. Никого не боится. Да к нему, говорит, что-то не весь город стекался. И с ним никто ничего не мог сделать. А почему? Да кого бить-то? Ты посмотри, уродина такая. А он свое дело делает. И его раз за разом вызывает. Ну, как у нас тут Рыжкова. Выбирает депутатом. Ну, это не в городскую думу-то. Значит, по правде поступать сладостно перед Богом. Ты прав. Не смотри, не бойся. Ничего тебе не сделают. На меня как злобятся патриархи. На меня ничего не могут сделать. Они из-за мощей. Вы надругались над мощами. Я говорю, и где? Но вы сказали, захоронить надо. Я выполняю Божье повеление. Я не захоронил нигде. Я только сказал. Это частное мнение. Он сказал, ты прах в прах возвратишься. Вы что, можете оспаривать это? Там же, говорится, у жены будет влечение к мужу. И что теперь? Это то одной Еве было сказано. Мука будешь рождать. Ты без мук рожала хоть раз? Или нет? Один раз, когда за меня вообще вся община молилась, я как в сказке рожалась. Это Маша у меня была среди. Ну, во всяком случае, все равно, тебе было не стакан чая выпить. Поэтому в мощи должны быть захоронены. Так они меня сейчас искушают, задают, Дух Святой живет в мощах или нет? Я говорю, Духа Святого больше делать нечего. А Христос живет в мощах? Это священники мне вопрос задают. А я в ответ говорю, не искушайся. Так они сейчас на меня там опять бойню поднимают новую. Я ничего не сделал. Я виновен, вызвайте мне на суд-то. А чего вы подковырничаете сбоку? Христос живет в мощах. Это надо додуматься. Христос сказал, мы с отцом придем, обитель у него сотворим. Речь идет о живых. А мертвых, а мертвых как было, так и осталось. Прикосновение к нему, что делать с человеком? И не надо выдумывать. Считаем, да это в Ветхом Завете. В Новом Завете то же самое. Убили Степана, написано, мужик благоговейный, сделали плащ и похоронили его. Похоронили, не стали резать его на счастье. А Осипов говорит, ну, это мощи выкапывают, а там обретение мощей. Это разные вещи. И какая разная? Это грамота его. Выкапывали, а обретение мощей что? Копали фундамент, нашли какой-то гроб, показалось благоухание, и давай считать, это бывшая настоятеля. Ни данных, ни паспорта, ничего нет. Этих мощей, может быть, там один процент только принадлежат тем, кому они приписываются. Вот и все. Ну нет, никакого даже, ни доказательства, ничего нет. А я виноват. Я чту мощи, очень сильно чту. Я прошу собрать все отовсюду и захоронить с почестями, с песнопением, с кадильным дымом, с присутствием епископа и патриарха. Так, ты спишь, далеко будет видно, нельзя спать. Ну, я не могу. Ну, не могу. Ну, надо было с нами кушать. Главное, спит Василий, и спит Васильевна. Главное, дочь царя переводится-то. Дочь царя. Это царь. Сын царя. Василий царствовал. Базилерс. Все, заканчиваем, Град Тихонович. Заканчиваем. Передавайте камеру брату. Пусть он снимает, а вы молиться. Вот ничего не надо делать, Николай. Смотри. Только чтобы на это наводить, и все. Нигде ничего не нажимай. Руку сюда просунь. Вот так. Все. На эту рамку смотри. Нигде никакой пленки, кнопки не присоединяйтесь. И мы это сделаем. Благослови нас. Благослови нас. Быть Твоими благовестниками. Проложи этот путь наш, как угодно Тебе. Пошли новых жителей, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Расширь пределы наших общин. Дай нам еще священника и место для занятия. И место, где мы должны остановиться. Укроти мятеж на Украине. Пощади наших братьев и сестер. Услыши, Владыка. Приготовь нас к встрече с Тобою. Матерь Божия, покрой нас самоформу любви Твоей. Приготовь сердца людей и наши сердца на эти встречи. Хвала Тебя. Счастья и поклонения, Отец и Святой Дух. Аминь. Услыши, Господи, молитву. И воздяни рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех злоповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И сестру нашу Валентину проведи по мытарствам. И веди навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси Христос. Спаси Христос. Вот так. Вот так.